так ребятки мы уже проходим восьмой ремонт 8 ремонт маляха муха из них из них 6 мостов и 4 светофора реверсивных торфяне чки здесь будь здоров вода течет прям как кофе из кофейной машины установочки здесь да в такой можно и дозит до этого докопаться до ядра земли ребятки выходят впереди у нас трасса уренгой сургут но мы сегодня на уренгой не едем мы поедем на сургут налево возвращаемся мы ближе к дому на перекрестка остаются считанные метры дорожка местами вот такая вся здесь вот сколько вышло 50 55 километров до от от ноябрьска от магазина лента до перекрестка на этих пятидесяти трех километров получилось 8 8 ремонтных участков из них 6 мостов и 4 реверса тогда сургут у нас 265 километров здесь нам на наш пить дорожку посмотрели налево посмотрели на право так справа у нас еще одна пост tps что-то у нас закрытый но не заколоченный значит значит работает а может и не работает еще служба весового контроля у нас я что-то тут не наблюдая никаких весов и это по моему не весовая рамка под ней что-то не видно никаких металлических крутик все ребятки полетели мы ближе к дому а дорожки здесь хорошие видите даже линеечки порой рисуют чтобы ночью было хорошо видно что я тут не понял а на что здесь цвет что там какой-то уж больно блеклой красочкой какой-то рисует может они только пыль сгубают что-то не заметил я яркости яркости не вижу ну ладно вот уже хорошо что здесь дорожники работают вот желтую полосочку хорошо нарисовали вижу светленькая а вообще ребята здесь кругом а вот стояночка даже есть ну правда не асфальтированная вот все-таки какая-то стояночка а вообще здесь кругом одни топи и болото одни топи и болото и в жару на этих болотах поднимается вот прям я говорю можно снимать кино эх тут конечно загорожено немножко да можно без без всяких декораций и в жару здесь поднимается такая мошкара что спасу от них нет это я все со слов местных жителей вам рассказываю не со своих потому что я здесь вообще впервые и вообще для меня все эти места новые интересные и загадочные здесь много и ягод и грибов собирать их собирать некогда надо места грибные знать и то что комаров много рисует меня уже не радует друзья я вот еду и думаю но грибы грибами ягоды ягоды а а как здесь собирать если шаг шаг не болото в другую сторону болото блин тут надо во первых в болотных сапогах ходить а во вторых надо еще и длинный шест с собой таскать не дай бог провалишься да еще и тропы надо знать потому что болото потому что болото наверное есть еще и топки так что не каждый тут отчаяться наверное за грибами ягодами ходить так что-то у нас тут камазик куда-то собрался сворачивать а он в когалым а нам на сургут прямо поедем поедем прямо а еще до сургута 125 километров неплохо неплохо значит скоро будем скоро будем там здесь речки интересные откуда им название давали река тромьеган и вообще река то не не хилая ну какая широкая там видно сплав был деревья на боку на берегу затором небольшим стоят но это ладно еще название это яган это от какого то наверное китайцы или японцы а некоторые такие длинные что и не прочитаешь я вот сейчас попробую вам их показать догнал я трал ребятки и везет он две танкеточки походу сейчас мы с вами как раз на них посмотрим да две вездеходные танкеточки которые в этих северных местах незаменимые вещи куда хочешь туда и поедешь друзья мы въезжаем в сургут со стороны севера посмотрите каким солнышком нас сегодня встречает город вообще красота и мне хочется сегодня если будет время поснимать эту красоту и красивые места так сейчас мы посмотрим здесь на въезде стелла я смотрю красиво есть так а у нас здесь светофор да светофоры мы сейчас перейдем в эту сторону так блин камазик самосвальчик я думал медленно пойдет забрался в левый ряд а он раз и стартанул ну ладно чушь пойдем сейчас по левому ряду так вот я смотрю у нас прямо по курсу красивые стелла стоит с надписью сургут классно а внизу сделаны я думал из цветочков по-моему там из красивых камушков ухта здесь мы поедем сейчас судя по карте по какой-то данной строится соборчик святой Григорий здесь у нас водоемчик речка черная называется да 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 и перешей как будто эту насыпь делали искусственно да но если искусственно то довольно давно потому что она даже лесом успела зарасти так едем дальше смотрим что у нас на въезде в сургут а в сургут на въезде у нас часовенько стоит сургут и как раз светофорчик да возьмем правый ряд гамм пирог и на всех идем продолжайте движение 4 километра 600 метров Господь Христов помилуй нас Едем дальше, а тут на въезде что у нас, а услуги всякие предлагают, даже питьевую воду. Камазик здесь меня обошел, да, ну ладно, опять-то за ним встал. Ну, нам не с Камазиком гоняться, нам нужно красоты города посмотреть, только как он своим кузовом много чего загораживает. Так, а здесь у нас что? Сургутские городские электрические сети. Так, это нам неинтересно. Так, что мы по прямой идем в город, да, по прямой. Ну что, я пока не вижу никаких ограничений. Раз не запрещено, значит разрешено. Едем, ребятки. Поднимаемся мы на авиадук через железную дорогу. И видим мы на горизонте уже появились домики высотные, красивые, разноцветные. И вот он у нас, мостик впереди сейчас будет с парочкой. Но нам надо будет свернуть, потому что нам туда по этому мостику не надо. Нет, конечно, для экскурсии я бы проехал, но вся беда в том, что, скорее всего, там грузовикам нельзя. Сейчас мы увидим, сейчас мы увидим, потому что мне надо там уходить правее его. И выезжать к магазину Ленка. Так, возьмем правый ряд, потому что так нам легче будет маневрировать. Так, налево промзона, направо же до вокзал. Прямо не в центр и нефтью Юганск. Куда поедем? В центр? А поедем-ка мы в центр. Да, что-то тут светофор какой-то не успели тронуться, опять тормозим. Ну да ладно, подождем. Так, со второго захода мы прошли этот светофор. Как-то все неровно асфальт сделали. Так, да, мост впереди. Но нам надо уходить правее. Уходить правее. Так, а что у нас справа? Масленки какие-то, аккумуляторы. Ну, в общем, все по технической части. Опять все для авто. Заезжай и делай. Так, а слева адреналин. Рыбалка, туризм, охота и медвежий угол. А, ну тут уже рынок какой-то. Империя. Торговый комплекс империя. Все понятно? Все понятно. На домике-то вот симпатичные. Это сияние стоит. Я тут читал про них. Да, это... А, как она называется? Компания-то строительная. Так, направо сразу завернуть нельзя. Зависит значок со стрелочкой. Значит, поедем прямо. А нам и надо. Перед тем мостиком уйдем сейчас. Направо. Да. Если прямо поедем, в центр поедем. А там наверняка нам запрещено. Мы сейчас повернем направо. Направо. Да-да-да. Посмотрим на эту арочку издалека. Мне интересно так. Троса. Два троса сделаны посередине. Для поддержки. Для поддержки моста. Арочку во всей красе. Разглядели. Так, и сейчас. И сейчас мы выходим. На Тюменский трак, по-моему. А, нет. Нефтьюганская. А, ну шоссе закончилось. Тюменский трак начинается, да? Так. У нас кто-нибудь будет запускать здесь? Нет. Все так и лежат. Все так и лежат. Магазин на их торопится, да? Магазин по запчастям называется. Хотя этот вообще лезет. Пошел, ну ребята, куда все? У нас дочки ляди сварились. Ну, в кинотеатр Кара мы не пойдем. Внимание. Контроль. Дом линии. Камера контролирует перекресток. Нет. Туда мы не пойдем. Домики красивичные мы. Да, сияние. Я так и думал. Сейчас мы с вами заедем. В магазинчик. А там посмотрим. Если получится, рванем с вами на экскурсию. Поехали. Мальчик устроил мне тест. Тест драйв на скорость. Но, приошлись. Я сегодня пустой. И мне разгоняться гораздо легче. Так, а нам что сворачивать? Мы сейчас. Сейчас уже на мостик и под мостик. Да. На мостик и под мостик. Все пути ведут в центр. И здесь мы поворачиваем в центр. Красота. В солнечных лучах домики, кажется, еще красивше. Так, здесь нам надо пропустить. А потом ехать. А потом ехать. Вообще такие и перила из кованого такого этого сделано красиво. На мосту тут придумали. Мелочь, а приятно. Так. Ну, здесь небольшая толпучечка. Ну, это, конечно, час пик. Что вы хотели. Но мы почти приехали. Так что я ненадолго с вами расстаюсь. Не переключайтесь. Скоро снова увидимся.